Все, пожалуйста, можете присесть. Как называется наша порция Торы сегодня? Сегодня мы будем узнать, что значит быть святым, и это прекрасно. Книга Левита в Израиле первую книгу, которую учат детям, это книга Левита. Им в три года уже начинают эту книгу учить, и это одна из самых тяжелых книг. Но они говорят, что трехлетние такие святые, что они могут понять это. Это чуть интересно. Но мы знаем, что есть вещи как святые дома. И что евреи, они ставят мезуса на свою дверь. И кто знает, что слово мезуса значит? Это слово мезуса просто значит дверной косяк. Мы также узнаем, что есть вещи как святые поля. Есть святые дома, святые поля, даже есть святые коровы. Но есть больше. Посмотрим в Левит 27. Если кто посвящает дом свой во святыню Господню, то священник должен оценить его. Левит 27. Левит 27. 28. Все заклятые есть великая святыня. И что интересно, что если что-то заклятое, это больше не твое, потому что ты отдаешь это Господу. В Диане 5 главе был человек и его жена, которые что-то продали и обманули церковь. Они принесли только часть денег из своей земли, но они сказали, что это мы все принесли. И тут написано, что чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Так что они продали что-то, и это было в ихнем влаждении, но потом они решили обмануть Бога. И тут продолжаем. И в еврействе тут написано, что мы должны быть святы. Кадош. Это тут слово написано, Кадош. Потому что Господь Бог в вас есть свят. И тут как бы два разных слова используются для святости. Есть святость людей и есть святость Бога. То есть, что мы можем быть святыми, но мы никогда не можем быть такими святыми, как Он, потому что тут используется другая буква. И Бог освящает нас для Него, и потом мы должны освящать свое сердце для Бога. Это как бы мы отдаем свое сердце Ему. И некоторые люди думают, что Тору уже как бы закончили, это Старый Завет. Ну, посмотрим в 1 Петра, 1 глава 15-16 стих. Не по примеру, а призвавшего вас святого, и сами будьте святы. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Тут Бог теперь не говорит, что мы не должны быть святыми. Люди говорят, мы не должны быть святыми, потому что Иисус для нас это сделал. Это просто глупо. Мы все равно должны быть святы. Прежде всего создания мира, чтобы мы были святы и не порочны пред Ним в любви. Это от Ефесянам 1 глава 4 стих. Это когда мы просто любим его. Смотрим дальше Ефесянам 5.27. Чтобы представить ее себе славную церковью. Это говорит о церкви. Или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и не порочна. Евреям 12 глава 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Святость очень часто мы видим в Библии. Но кто выбирает, что есть свято? Это есть Бог. Есть пасыря в некоторых церквях, которые говорят, женщины, вы не святы, если вы не в платьях, или что-то такое. Или если у вас нет, что надо. Есть многие учения, которые неправдивы. Но только Бог выбирает, что есть свято. Мы должны быть святы к Богу. И Бог есть тот, который нам говорит, как мы есть святы к Нему. Оно очень просто. Откровение 22.11 Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще сквернится, Праведный да творит правду, И святый да освящается еще. Исайя 65, 1 по 5 стих. Бог говорит, что меня нашли неискавшие меня. Кто из вас когда-то шел по полю и не искал золота, и потом нашел золото? И это как бы что, как это Бог объясняет это, что нации не искали Бога, но как-то они просто его нашли. Всякий день простирал я руку мою к народу непокорному. Ходившему путем недобрым по своим помышлениям к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, что приносит жертвы в рожах и захищает финами и на черепках. Они едят как бы свинину и потому что я свят для тебя. Тут не подойди ко мне, потому что я свят для тебя. Это что Бог говорит к людям, которые думают, что они святее, чем все остальные. Бог говорит, что не подойдите ко мне. Исайя 57, 15 глава. И вот так говорит Высокий и превознес, превознес, вечно живущий, святый, имя Его. Кто из вас знает, что мы не можем поставить Бога просто в какую-то коробку или как тут написано, что Его имя свят. В Библии есть 78 имен для Бога, и одно из этих имен это свят. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. В книге Миха есть, что я показал, это нету на нашем листке, но там написано, что ходите в скромности с вашим Богом. Годите в скромности с нашим Богом. Исайя 40, 25. Липсалтыр 99, 3. Да славит великое и страшное имя твое, свято оно. Кому же вы уподобните меня и с кем сравните, говорит святый. Кто святый? Бог святый. Блокий 4, 33, 34. Был в синагоге человек, имеющий не чистых духов, а без хвоста. И он закричал громким голосом, оставь, что тебе до нас, Иисус Назарин. Ты пришел погубить нас, зная тебя, кто ты святый Божий. Бог тот, который выбирает, как мы должны быть святы. Бог выбирает, что есть святость. Левит 19, 13. Пойте с каждой матери своей и отца своего. Значит, что это как мы относимся к нашим родителям, это выбирает святость. И потом написано, что вы должны поддерживать субботу мою. Тут написано мою субботу, Божью субботу. Левита 19, 9, 10. Кто будет сжать жатву на земле вашей, не дожиная до края поля твоего? Кто из вас был на самолете и вы летали через Срединные Америки и видите все эти поля? Есть много полей. И даже в Америке оставляют эти углы, потому что... Когда идут жатву брать, не идите до этих углов. И даже не поднимайте как бы упавшие виноград, потому что оставьте это для бедных. То есть вы знаете, что Бог дал эту землю им. Он дает солнце и дождь. И точно как вы даете комнату своим детям. Знаете, это их комната, но это больше ваша комната, чем их комната, потому что вы родители. И то же самое, как Бог, когда дает землю. Кто из вас знает, что Бог сотворил мир через слово. Написано через... В избытке сердца как бы род говорит. Только Тора была как бы ровно сказана Богом. И Тора это есть Божья любовь к нам. Это его как бы письмо к нам любви. Знаете, когда вы поручаете, может быть, письмо о любви, то вы спите с этим письмом, вы просыпаетесь, вы читаете его. И это как мы должны обращаться к Торе. Вы знаете, есть некоторые штаты, которые имеют ужасные законы. Есть даже страны с ужасными законами. И законы говорят некоторые о том, который написал эти законы. И тут написано, что он переживает за бедных, за странников, за тех, которые не имеют отцов. И заметьте, что тут даже не написано, сколько угла, сколько угла ставить. И знаете, может люди начнут придумывать, ну я ставлю 6 сантиметров, я ставлю 6 фит этого угла для бедных. Но часто Бог, я думаю, что Бог не сказал номер здесь, чтобы просто проверить сердца, проверить, где каждого человека сердце стоит пред ним. Кто из вас слышал о, как бы, прецедентное право. И точно как Бог говорит, что судья не должен брать, как бы, взятку. Значит, легалист может сказать, что, ну, он только сказал, что судья не может взять эту взятку, а доктора могут брать взятку. Ну, если смотреть, это строго перспектива, то можно подумать, вау, Бог не хочет, чтобы мы взятку брали. Значит, что это не только относится к суде, это, наверное, относится и ко мне, и ко всем. И надо часто думать, как бы, что этот закон, что Бог говорит, что это, как это относится ко мне. Если даже, может быть, если читать точно по словам, то это не написано для меня. Тут написано, не обмануй, не гроби. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Так же, пятнадцатый стих. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен. Что это значит? Что? Тут написано, так же, плати своим рабочим, как бы, в ихнее время. Когда ты договорился платить им. И мы читаем это, и тут сразу все, как бы, понятно. Левитам, девятнадцатая глава, пятнадцатый стих. Не делай неправды на суде, не будь лицеприятен к нижнему и не угождай лицо великого. Кто из вас знает, что наша, может быть, политика сейчас в стране не следит это? Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Так же, не враждуй на брата твоего в сердце своем. И можно ненавидеть даже в сердце своем. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Ну, вы знаете, что это не сто процентов правильно переводено на английский или на русский. Но тут написано, ты должен показывать любовь к своему ближнему. Так что это как акция. Это не то, что мы просто чувствуем любовь, но мы также показываем эту любовь через дела. Это был более правильный перевод для этого. Когда группа людей как бы в беде какой-то, то если один человек не в беде, если один человек этого сообщества не в беде, то он не может просто сказать, окей, я иду домой, потому что это меня не касается. И это похоже на христианство сейчас, потому что мы как бы думаем, что окей, я имею Христа, Иисус меня простил, и мы этот как бы дар держим себе и не делимся это с другими. И это не любовь к нашим ближним. Это та же самая история с Есфирией. Она могла как бы игнорировать свой народ, потому что ей, можно сказать, повезло, она попала в эту высокую позицию, но она не забыла о своих людей. Продолжая. Кто из вас слышал о Элли Уайзел? Он был в Голокасте. Он был в Германии, когда это происходило в Германии, в Трой мировой войне. И в своей книге он написано, что он очень сильно, как бы, он имел зло с тем, которые смотрели, как евреев отвозили на эти лагеря, а как бы все остальные просто смотрели. И он сказал, что, как бы, было более больно смотреть, как их друзья, которые не думали, что их любили, смотрели, как их забирали на эти лагеря и ничего не говорили. И он сказал, что что поломало его сердце, это была тишина тех, которые он думал, что станут за него. Это почему мы, как, мы должны поддерживать Израиль. Мы не можем просто стоять и молчать. Мы говорили, что у нас есть святой бог, святой народ, даже святые поля, святые животные. Но эта порция Торы называется Керашим, которая говорит о святости. Я хочу поговорить о самой великой святости. История всегда, как бы, о человеческом, как бы, завоевании, как бы, земли. И просто... И все пробуют защищать свою землю. Это все о месте. Это почему мы берем наше место, и потом мы ставим вещи в наше место. Вся наша жизнь, это просто, как бы, история, как человечество хочет иметь больше места для себя. Мы используем все наше время, энергию, чтобы получать больше места. Где Бог живет? Где Бог? Бог это дух, да? Мы не найдем Бога в каком-то месте или в каком-то земле. И мы не можем искать Бога, как бы, где-то, может быть, в натуре. Мы находим Бога во времени. Время в прошлом, время сейчас и время в будущем. Как бы, время, это первая вещь, которую Бог сделал святым. Это суббота. Суббота, это не место, это не земля. Это не вещь, которую ты можешь взять. Это просто, это момент в истории. И это было время, которое он первоосвятил. Бог думал, что время было так важно, что он сотворил время, перед тем, как он даже сотворил землю или людей. После времени, следующая вещь, что Бог сделал святым, это было человека. И мы сейчас в субботе, мы празднуем сейчас время. Мы празднуем время святое. С теологического перспектива, библейские места, как бы, это, как бы, от Луны смотрятся. Библейские года, это по Солнцу. Но субботу, суббота, ничего, как бы, в натуре не объясняет субботу. Бог просто сказал, в седьмой день будет святым. Мы не можем посмотреть на Луну или на Солнце, чтобы посмотреть на это. Бог полностью отсоединил субботу, полностью от... И это почему я не служу за теми людьми, которые говорят, что, как бы, по Луне смотрят на субботу. Это неправда. Он сотворил месяца, чтобы и шли по Луне, но субботу он отсоединил от всего времени. От Луки 27 по 29. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всею крепостью твою, и всем разумением твоим. И этот человек хотел себя оправдать, и он сказал, кто мой ближний? От Левит 19.33.34. Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняй его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что тут мир ваш. Люби его, как себя. И Бог говорит, будьте святы, потому что я Бог вас. И также соблюдайте постановления мои, исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Левит 23 по 26. Не ходите, как бы, в тех путях других стран, которые были перед вами, потому что они делили эти, как бы, ужасные вещи, которые я ненавижу. Это Бог, блин. И потом написано, будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас. Так что, может, каждые динаминации имеют свое объяснение, а что есть святость. Но эта только святость идет недалеко, это только идет, как бы, святость к тем динаминациям. Но нам надо смотреть на святость перед Богом. Книга Амоса. И это, как бы, это речь пророка, который говорил, что страны, которые делали, как бы, плохие вещи, они будут истреблены из земли. И Амос, это... Амос говорил народу израильскому, что быть частью народа израильского не несет никаких гарантий. Это просто сам факт, что они были израильцами, не делало их святыми, и они должны были соблюдать законы, которые Бог им дал. И он сказал, что от меча умрут все грешники из народа моего, которые, говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. И он говорит, ибо вот я повелю и распилю дом израильев по всем народам, как рассыпает зерно в решете, и ни одно не падает на землю. Так что, мы не можем просто, как бы, доставать Христа и сказать, вот, я имею Христа, и это меня, как бы, спасет. Как бы, это не карточка, которую мы носим в кармане. Амос 9.11.12. Это очень важно. В тот день я восстановлю Скинию Давидову, падшую, сделаю трещины в ней и разрушенную восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое. Говорит Господь, творящий все сие. И это значит, что есть страны, которые будут званы именем Господа. Посмотрим в Деянии 15.14 стих. Симон изосновал, как Бог вначале презрел на язычников. Вы видите, что Бог вначале посетил даже язычников, перед тем, как Он посещал даже Израиль. Это апостол Пал говорит о Амосе, когда он говорит, что чтобы оставить из них народ во имя свое и с всем согласным словом пророков, как написано. Потом обращусь и воздам Скинию Давиду падшую и то, что в ней разрушено, воздам и исправлю ее, чтобы взыскать, Господа, прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое. Говорит Господь, творющий все, ведомую Богу от вечности, все дела Его. То, что когда Бог говорит... Закрайя 14 говорит... Этот стих говорит о всех народах. Все народы могут прийти. Так что это пророчество говорит о том, что дом Давида, израильтяне, будут восстановлены. И когда Христос был на земле, не было царя израильского на земле, не было царя в имя Христа, не было царя Израиля уже, наверное, 400 лет. Но он пророчествует, что будет. И мы должны понять, что мы сейчас часть пророчества. Мы живем в дни пророчества. И мы часть этого пророчества. Это что самое прекрасное для меня, что Бог принес нас в часть этой истории. После отпуска давайте встанем, и потом будет пастор Синди. Авида Моккейдова, Father King, мы просто благодарим вам так много, что мы можем посмотреть на Тора, мы можем услышать Твои слова. Папа, мы хотим услышать Твои говорили в нашу сердце. Это не только слова истории. This is your word speaking to us about who you are. So, Father, I just want to thank you for all those that are here locally, for all those around the United States, around the world that are watching, that want to be a megawatt. And as we all come together as one, I pray everyone would see all of us as one community, loving you, loving each other. In Yeshua's name, amen. Together, blessed are you, Lord our God, creator and king of the universe. You have blessed us with your Torah of truth. You have blessed us with the whole counsel of your living word, by the power of your Holy Spirit, through the completed work of Messiah Yeshua, you alone have planted among us life eternal. blessed are you, Lord our God. Amen. Take a break. As I said, concerning Pastor Joe, we've known each other for, I don't know, 12 years or something like that, and we've been investing in him. I've known Pastor Joe for 12 years, probably. We've put money in their organization in India, and I just want to welcome everyone to tell everyone to tell everyone what you've been doing over there. Shabbat shalom, everyone. It's such a joy to be here. It's such a joy to be here. It's such a joy to be here. And I just want to be here. I just want to welcome everyone to bring greetings to you, Lord our God, Yeshua. Isaiah 58 глава, 12 стих, когда там написано, те из вас построят старые, разрушенные, и вы поставят, как бы... тот, который как бы оставляет людей и ставит их на путь к Торе, и это как мы, как общество, мы к этому стремимся. Если вы видите первую фотографию, это некоторые люди из наших людей, мы любим Христа, мы любим Его заповеди, и мы верим, что только можно иметь спасение через веру в Христа. Больше, чем 10 лет мы собирались в наших домах, но потом прямо перед ковидом мы потеряли наше здание, и мы верой, мы просто новое место взяли, чтобы дать вам номера. Дом, в котором мы жили, мы пили 200 долларов, а в коммерциальное место, которое мы платим, мы платим где-то 2500 долларов. Наша миссия, это есть, это чтобы учить всех в Слово Божье через Тору. и первая вещь, что мы делаем, это мы смотрим на следующее поколение. Следующее поколение это школа Торы, и фокус этой школы, это чтобы учить Тору всем молодым, маленьким детям. Я не знаю, кто из вас знает, что про Индию, но Индия имеет 1.4 миллион людей. В нашем городе есть где-то 10-15 миллион людей. И главная религия Индии сейчас хиндуизм. И сейчас мы фокусируемся просто, чтобы дети получали это образование через Тору. Мы также учим пасторов. И сейчас мы учим где-то 20 пасторей. Многие из этих пасторей не знают английский язык. Они приходят на эти классы каждую неделю просто, чтобы лучше знать Слово Божье. И они сейчас имеют много как бы тяжело им приходить на эти уроки, потому что их преследуют за их неверу. И другие проекты, которые мы делаем, это называется Ярмахем. Это инициатива, где мы просто делаем еду для голодных. Для всех бедных в наших городах мы просто делаем еду для них. Мы также делаем эту миссию называется Спарш миссия. И это слово значит трогать. Как бы дотрогнуться. И много детей в этом доме приходят от родителей от матерей проституции. И они не знают своих матерей. и их где-то 8-9 лет продают. Мужчина в красной футболке это он, который ведет это место. Самая маленькая там сейчас двухлетняя девочка. и мы просто им даем лучший дом, чтобы они могли жить. Девочка в синей футболке она сейчас уже выросла. Она сейчас стюардесса в компании в Индии в аэропорте. У нас также есть школа для детей. У нас есть где-то 25 после школы центров они называются, где мы просто помогаем детям из самых бедных мест. Мы им даем просто лучшее образование, еду. И вопрос как вы можете помочь, вы можете просто помочь молиться, и если вы хотите финансово помочь, помочь нам, и вы можете помочь нам финансово. Также вы можете приходить как миссионеры, мы приглашаем всех, кто хочет приезжать и просто помогать. У нас есть также некоторые брошюры, так что если у вас не был шанс посмотреть на эти брошюры, можете прийти ко мне, я вам дам. Каждый раз, когда я приезжу в Сиатол, это чтобы прийти в Эл-Шадай. Эл-Шадай просто много лет назад я был в Ассамблее Бога пастырь, это было тариум. И когда начали смотреть на еврейские корни нашей веры, и нас сразу начали как бы антисомитизм начал на нас, и начали говорить, ну, как бы люди начали поворачиваться на нас. И с 11-12 года пастырь Марк с нами стоял, и мы очень рады, что пастырь Марк нам помогает. И каждому из вас, и за каждого из вас мы можем делать то, что Бог нам говорит делать. Я хочу взять чуть-чуть времени в этом утро, чтобы поговорить про порцию Торы. Я знаю, что пастырь Марк уже говорил про Паршат Кеда Шим. Паршат Дэ Кашим. Это о святости, очищении. И это как заповедь для израильтян, чтобы они были святы, каких Бог есть свят. И мы знаем, что в любитах есть этот закон, который мы наверное все знаем, чтобы любить ближнего, как самого себя. И вторая часть этой главы говорит о запрещенных a practice которые Бог сказал, что это грехи, которые нельзя делать. Я не буду говорить о всех 78 заповедей в этой главе, но я просто говорю о любви. Есть человек Саймон Мэй, который написал книгу, которая называется «Любовь. История любви». И он говорит, что если любовь имеет как бы язык, где начало видно, то это еврит. И тут написано 19 глава, 18 стих «Люби ближнего, как самого себя». Любовь это одно из самых первых вещей, что дети начинают понимать, когда они вырастают, это как бы иметь эту справедливость. И дети понимают, что если что-то несправедливо, это их зли. много лет люди думали, что Бог Нового Завета есть Бог любви и Бог, который прощает, а Бог Старого Завета это Бог, который как бы может быть наказывает больше или более строг. Но мы знаем, что это тот же самый Бог. Но мы знаем, что когда в Библии написано в Новом Завете «Люби ближнего своего», то это берется ровно из Старого Завета. Это было перво написано в Старом Завете, что надо любить своего ближнего. И часто заповедь, чтобы любить ближнего своего, это в книге Левита видно это закон, что любить ближнего. Это закон этих священников, в котором написано, что надо любить ближнего. Еврейское слово для книги Левита это слово «яикра». Если вы учили под пастором Марком, это слово значит «позвать», или как бы это как бы звание любви, когда Бог говорит в контексте жертвоприношения, то его всегда объясняется словом «хашем», которое говорит о как бы атрибутах любви и компации. Саймон Мэй опять в книге «Любовь и история» говорит, что многие верят, что еврейская Библия это все как бы о воздатии справедливости, но это неправда, как бы глаза глаз, зуб за зуб, но это первое там написано как бы это как любовь без кондиций, это мы учим о Боге, о нашем е, потому что еврейская Библия это как бы не только два это не только первые заповеди, но там и заповеди о любви и любви без как бы границ. Левитам 19, 33, 3, 34 стих, если с вами живет как бы как бы может быть странник вашей земли, то он должен, вы должны любить этого странника как самого себя, потому что вы когда-то были странниками в Египте, легко любить ближнего как самого себя, потому что почти через всю часть истории наши ближние были очень похожи на нас, если большинство истории люди, которые жили возле друг друга, они были может то же самого нации, то же самого света, но тяжелая часть это любить странника, тот, который может быть не как вы. Если смотреть по Торе, контекст, через который это написано, в Левитам 19, глава 17, 18, стих, ненавидь брата твоего в сердце твоем, как бы не бери не бери месть как бы сам свои руки, потому что я есть бог это Левитам написано. Это первое дается как бы нам тяжелый пример. Что делать с братом, которого ты ненавидишь или не любишь? Этот человек или брат может быть тебя обидел, может тебя как бы может он даже он сделал что-то что ты веришь что неправильно. и может твоя ненависть это не иррациональная ненависть, но вопрос что надо делать в такой ситуации. Но заповедь и идея что просто надо эти мысли прятать это не реалистически. И многие как бы психологи психологисты говорят что то что мы прячем в наших сердцах оно выходит может быть просто в другое время. Мы это не мы не должны прятать наши наши чувства может нашему ближнему но мы должны честно мы должны честно объяснить нашему ближнему что нас как бы почему мы злимся или почему мы фрустрированы и это как эта проблема должна как бы резервироваться а из слова рамбан один человек маман он сказал когда один человек решит против другого то другой не должен ненавидеть его потому что как написано о нечестивом когда апсалон говорил омону нехорошее неплохое но он он сказал ему он спросил почему ты сделал такое такое ко мне почему ты грехил грешил против меня в таком пути потому что написано ты должен как бы перед тем как ты можешь зелиться на своего ты должен как бы увещевать в левитам 19 глава 17 главы это написано что кажется мне что правильная интерпретация это что это как бы возразить потому что написано ненавидь брата твоего в сердце твоем когда он делает что-то против тебя но наоборот ты должен как бы возразить ему и спросить его почему ты это сделал ко мне и ты не будешь жить потому что ты не прячешь грех в сердце как бы злость грех в сердце своем и потом твой брат может как бы оправдать себя перед тобой чтобы не было никакой ненависти и чтобы простили друг друга и это очень сильно и это и это еще меня напоминает слова нашего Господа Ищу Матфея 5 глава 43-48 стих и он написано вы знаете что надо любить представляйте тех которые ненавидят вас молитесь за тех которые используют вас добудетесь сынами отца вашего небесного ибо он повиляет солнцу своему восходить на на злых и на добрых и посылает дождь на правильных и неправильных ибо если вы любите любящих вас какая вам награда не те же ли не то же ли делают и мытари если вы приветствуйте только брата вашего что особенного делаете не так же итак будьте совершенны как совершен отец ваш небесный в начале служения мы говорили молитву часть молитвы это и прости нас как мы прощаем должникам нашим и что это значит что если мы прощаем тех которые нас может быть обидели то также нас прощает и отец наш небесный кондиция есть в том что мы прощаем других чтобы кристос прощал нас но если мы не прощаем других то как может наш отец наш просить очень часто мы хотим чтобы бог был милосердный к нам мы хотим чтобы бог был добр к нам но мы не можем даже показать это то же самое как бы прощение к нашим ближним может к тому кто обидел нас и это почему многие люди имеют как бы много злости в матфея 18 глава это написано что если брат согрешил против против тебя то первое покажи ему его вину как бы только ему и много философии сейчас идет такая что как бы я не должен переживать за за это его жизнь пусть он делает что он хочет делать но если мы верим в бога авраама исаака якова то это закон что нам надо идти и показать брату и сестре их грех мы должны лично это прийти и сказать им и потом тут пишут если не слушает вас то возьми одного или двух с тобой и чтобы чтобы как бы все слова были подтвержены да и потом то написано что если он не примет даже свидетельство двух или трех то тогда человек этот уже этот уже стает как как ну он уже отделяется от сужения потому что он не хочет слушать и свидетельство одного или двух или трех мы знаем также историю о потерянной овце потерянной монете но последняя история не о потерянном сыне а о отце потому что в этой истории говорится не был сын а говорится был отец это история о как отец принял своего блудного сына также написано когда петр подошел к кресту и спросил его как часто может мой брат решить против меня и я должен его прощать но еще ему ответил не 7 раз а 70 у 7 это 490 это то же самого человека простить 490 раз и это за тот же самый грех и так что в других словах прощение это не для другого человека а прощение это для меня чтобы я был освобожден и чтобы я жил жизнь просто радости к Богу и чтобы имя Ишува было прославлено потому что прощение это так важно к обоим сторонам как бы сторонам я читаю в контексте он пишет что царство небесное можно сопринеть с царем который имел царство и этому царю привезли как бы человека который очень был как бы в глубоком дядь как бы он он должен был его был большой долг и царь простил от этого человека который имел очень большой долг но потом тут продолжается когда этот слуга уходил он пришел на одного из своих как бы братьев который который имел долг ему маленький долг и он взял этого как бы человека и начал бить его и говорить отдай мне мой долг отдай деньги которые ты мне должен взять и когда другие слуги увидели что случилось что он бросил в темницу как бы своего брата за маленький долг то они рассказали царю этому за все это и царь ему сказал как бы я тебя простил многое а ты не мог даже брату своему простить чуть-чуть и потом тут написано и разневавшись государь его отдал его истязателем пока не отдаст ему его долги и потом тут написано это и тут он говорит что это как отец ваш это так и отец мой небесный поступит с вами если не простите каждый из вас от сердца своего брата своему согрешенной его многие люди живут с негативными мыслями негативные мысли это просто депрессия и может быть доктор вам может быть дать какую-то таблетку но таблетка не может убрать саму проблему это просто может убрать симптомы на маленькое время это надо прийти к христу и попросить чтобы христос освободил потому что христос отдал свою жизнь чтобы я и ты был освобожден если мы призваны быть как если мы должны быть следовать за нашим христом то мы должны верить в его освобождение слово ремонстрация и второе царь 13 глава тут говорилось как когда Абсалон услышал что случилось с сестрой и Абсалон сказал как бы никому не скажи это типа это твой брат это это что Абсалон говорит нет тут написано что Тамар жила в доме Абсалома как как женщина которая была просто как бы Абсалом никогда не сказал слово Амону не хорошее не плохое и часто мы тоже не говорим ничего Абсалом Абсалом не простил Амона его как бы молчание не было знак что он простил своего брата но он он просто ничего не говорил и потом Абсалом он он как бы имел какое-то сообщение в своем доме и он потом Абсалом сказал своим слугам убейте Амона когда он будет как бы пьяный Абсалом молчание не было молчание прощения а его молчание было молчание ненависти может быть вы слышали о таком как бы что месть это как бы блюдо которое хорошо дается холодным также есть пример о Аврааме слуги Амалека они взяли они взяли его они брали землю его и забирали также как бы колодца его и Абималек сказал я не знаю кто это сделал и никто мне не сказал об этом только сегодня как бы об этом услышал как бы Авималек и Авраам сделали просто как бы договор чтобы вместе делить эти колодца бытие 37 глава израиль любил своим и они возненавидели его еще больше часто мы даже не можем говорить как бы с кем-то иногда мы просто хочем вообще обойти человека мы даже не хочем показать свои глаза им мы просто хочем и это происходит потому что что-то неправильно в нашем сердце это комментария рабая Джонатана он говорил что если бы они смогли сесть в комнате и просто поговорить друг с другом я я верю что они бы сделали мир друг с другом но проблема что мы не можем просто сесть и поговорить друг с другом мы не не хочем просто сесть и сказать правду друг другу и как бы просто сказать эмоции мы мы как люди мы часто просто хочем как бы прятать весь конфликт если даже есть конфликт мы его как-то прячем но как сообщество мы должны мы должны знать что мы сильнее вместе и мы должны делиться вещами такими потому что если люди не могут с другом просто сесть в комнате и рассказать друг другу что что как бы их о этом человеке может здесь их человек этот обидел если люди не может сесть и павлить об этом то потом они просто будут искать другой способ чтобы отплатить и это будет через месть через какой-то грех когда кто-то делает вам может что-то неправильно вы должны сразу но перед тем как вы даже скажете что-то человеку кто что-то вам сделал неправильно вы первое должны в своем сердце простить потому что потом ваша конфронтация этого человека не будет из ненависти на вашей конфронтации этого человека будет из любви от любви к этому человеку чтобы этот человек был спасен потому что эта конфронтация не должна больше разделить но она должна наоборот иметь эффект а чтобы как бы зажить все раны так что теперь когда но если вы вы не можете с этим человеком как бы поговорить то есть хороший шанс что будет просто ненависть и потом через время это ненависть превратится в дела как как абсалом его ненависть он ее прятал пару лет но в конце концов он убил своего половину брата если мы были ангелами было бы легко глуби друга но факте что мы не ангелы мы должны любить наших ближних и если мы даже не знаем как это рада говорит нам реалистическую программу не нам надо быть правдивыми друг другом и если мы правдивы друг другом мы можем и очень часто не может быть не сто процентов не всегда но часто просто поговорить с другим человеком может принести мир а если мы просто слушали как бы заповедь вторе сейчас в ощущение омара это через 50 дней эти 50 дней называется вся дней как бы судья и эти 50 дней мы должны фокусироваться на наше на строительство нашей веры строительство нашего характера и что встреча наш характер похож на характер божий потому что это что нам написано делать перед пасхой мы был праздник пюрем в писании написано битья не выйдя что когда мальдихай услышал о злом как бы законе который пришел бы к его людям то мальдихай он разорвал одежду свою и он поставил он поставил пепел на голову свою он начал кричать и это было это было запрещено такое делать что он делал но ему было все равно об этом потому что потому что потому что он кричал к богу что чтобы люди знали что он в великом как бы великой беде есть книги бы те человек он 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 начал а вы знаете историю исаак который когда когда он не получил благословение от своего отца и как он он просто как он злился но в книге эсфири когда мальдикай плакал он 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 знал что что царство божий не не боже заповедование она не происходит и это просто привез принесло ему великую как бы скорбь безопасно сказать что было три больших греха из-за первого когда когда вывели израильский народ из израиля и эти грехи которые были это был они служили другим богам они и они просто жили в грехе и когда их вывели из иерусалима их забрали в бабилон и риме я был там и он сказал им 70 лет и вы возвратитесь 67 лет позже инцидент перима произошел и 70 год их него как бы жития в бабилоне они назад вас возвратились второй храм который опять был разрушен на тот же самый день как это первый храм разрушили ненавидит человека из-за никакой причины этот грех когда ненавидят человека пеской причины то это такой грех который очень тяжело увидеть я могу как бы улыбаться на вас и говорить вам о слава богу и все одно но в сердце сердце этого человека вы не можете стоять и это такой грех чтобы вы даже не знаем если этот человек вас нет я ненавидит или нет и это это как бы в самом слове спрятанный грех в тот же самый день как когда мост этот в балтиморе упал то в тот же самый день был когда как бы я верю что все те вещи которые в америке сейчас происходят происходит из-за причине вы слышали а а эклипсия который произошел и когда когда как и библия бришь что как бы солнце луна звезды это все знамение это для знамения для верующих библия тора это не для это не для грешников не для тех которые не верят слова больше это для тех которые верят в слово боже для всех тех которые верят в бога авраама исаака якова что все эти вещи которые происходят сейчас это это знамение для нас и бог хочет чтобы мы слушали его слово он хочет чтобы наше внимание было на него посмотрите что происходит в наших школах наших университетах и вопросе что мы будем делать мы можем стоять и говорить это не моя проблема или мы можем сказать бог ты поставил меня в эту страну на это время и ты хочешь чтобы я что-то сделал и мы можем молиться вместе есть есть много как бы в наш в этом городе в этом в этой стране есть много динаминации которые даже друг другом не хотят общаться скажите это это грех если смотреть на на то что написано в библии то это грех если мы не можем даже жить в согласии с другими христианами то это грех потому что мир это не строить мою моё царство мою динацию это чтобы строить царство божье это чтобы мы назад возвращались иерусалим в наше время сейчас происходит ну а тор и сейчас по всему интернету есть канал после канала после канала после канала о людях которые учат тору или путь изучают многие люди сейчас кормят бедных многие люди сейчас хороших вещей делают но одну вещь что у нас не хватает это что мы не можем стоять у друга запрят прятанный грех как бы грех и ненависть без причины и какая причина торы если мы не можем друг друга стоять написано можно отдать как бы весь мир но если не иметь любовь то это ничего мы должны любить друг друга мы должны сиять с друг другом если мы если мы ненавидим друг друга наш наш свет никогда не будет гореть не будет никакого света в нас потому что потому что это не наш свет который сияет а это свет христа который сияет если мы в ненавистью друг другом свет христа не может сиять в нас как написано чтобы сиял свет вас чтобы люди видели ваши хорошие дела и поставляли бога вашу поставляли бога на небе один способ как мы можем один способ через кое мы можем иметь чтобы наш свет сиял это когда мы вместе приходим в единстве чтобы мы убрали весь этот грех ненависти весь этот грех как бы который спрятанный в наших сердцах вы знаете как мордикай смог остановить этот закон который разрешил бы убивать евреев мордикай собрал народ вместе и когда люди сошли вместе когда евреи сошли вместе это то они молились и сразу этот закон убрал царь поставил закон который убрал это то же самое как история иона которого когда ему бог сказал пойти и сказать в город него что там что бог истребить эту город бог а когда он пришел в этот город он им не сказал что им надо поститься или им надо что-то делать он он просто не сказал что они будут истреблены и они сами у них было понимание что им надо смириться что им надо и они пошли в пост и бог как бы простил их сейчас критический поинт истории как бы стран и сейчас вопрос есть у нас есть выбор будем будем ли мы как наши предки и говорить бог мы будем платить цену мы если надо чтобы я с кем-то покаялся или попросил кого-то то я сделаю это если не надо и почему потому что мы хотим это про не следующее поколение это не про нас мы имеем каждого из нас и мы должны понимать что мы только можем победить темноту если мы вместе сатана он он хочет истребить все страны но подумайте как будет сильно если мы сойдем вместе в враг он не имеет никакой силы потому что савод с нами и что есть единость это когда мы говорим дуру я люблю тебя я и уважаю тебя я делаю место для тебя и делаем место для тебя может быть ты выглядишь по-другому если если ты одеваешься по-другому может твоя культура другая но мы должны друг любить друг друга в любом где как и потому что наша теперь культура есть христос и это как бы соединять на всех прям как и сфер она была готова чтобы заплатить цену чтобы сохранить свой народ что вы сделаете все страны которые сейчас смотрят эл-шедай вы благословенные если вы можете смотреть если вы даже не здесь вы можете вместе сойти в молитве и вы можете вместе стоять против силы зла которая хочет истребить эту страну первый заповедь который бог дал нам это что мы должны быть светом для народов это написано в исходе если вы будете соблюдать мои слова то вы будете мое сокровище в как бы во всех народах и вы будете святой народ как можем любить свет никогда мы разделены мы должны показать всем народом что мы едины потому что когда мы едины все нации придут нам и скажут мы хотим знать богу которому вы служим которому вы служите все люди которые сейчас имеют какую-то опрессию они ищут ищут бога если мы вместе в единости то бог с нами написано что если люди вместе повернут от своих грехов и будут искать меня вопрос есть сможем ли мы отвернуться от грехов которые мы сейчас наших сердцах легко легко друзья чтобы мы были разделены очень легко разделить нас но но наш христос он он заплатил своею кровью за нас и самое самое первое что мы можем сделать это просто простить друг друга потому что эта нация была как бы фундамент этой нации это было для славы божьей и мы сможем как бы благословить следующее поколение поколение сатана хочет убрать ваше как бы наследствие многие люди с разных стран пришли в эту страну почему потому что свобода откуда вы взяли эту эту свободу это из слова божья это от света миссии это наша работа чтобы стоять вместе давайте помолимся бог мы молимся чтобы твое имя было чтобы мы каждая от ответили к твоему призыву чтобы мы искали твое лицо и чтобы мы выходили как бы из нашего места комфорта и чтобы мы чтобы мы делали что мы делали все что мы можем чтобы был мир между нами чтобы бог Авраама Исаака Иакова был победителем чтобы твое имя было принесено Аминь я не только хочу благословить твоих людей но и хочу поставить свой имя на них и он сказал и варекеке Адонай ваешмареке Я эр Адонай панавелека вихунека Иса Адонай панавелека веесем лекха шалом Будьте благословенны в имя нашего Христа шаббат шалом